Операции провели 9-летней Арине и 3-летнему Герману из Тольятти, а также 4-летней Саше из Самары. У ребят неизлечимые заболевания, они не могут самостоятельно глотать и жевать. На протяжении нескольких лет дети питаются с помощью зонда, который вставляется напрямую в желудок, что некомфортно для малышей и эмоционально тяжело для родителей. Кроме того, менять зонд необходимо каждую неделю, а длительное использование может привести к язве желудка. Теперь им установили баллонную гастростому, которая также подает пищу напрямую в желудок, но с ней можно перемещаться и менять ее достаточно раз в полгода. Вопрос самый главный заключается в том, что это малоинвазивно. Мы отошли от стандартов именно хирургической постановки гастростомы, которые были формированы еще в начале 900-х годов. Поэтому сейчас это малоинвазивно с учетом всей техники, которая есть в данной больнице, современной именно. Мы ставим за 10 минут маленькую пуговку, оперируем, ставим маленькую, как называют любит ее, пуговку, и через которую уже через 6 часов мы можем пациента кормить с различными заболеваниями и тяжестью. Операции провел московский врач-эндоскопист Илья Захаров. Он приехал в Самарскую область по приглашению ведущей программы нашего телеканала «Право на маму» и директора благотворительного фонда «ЕВИТа» Ольги Шелест. Это уже не первый визит доктора к самарским пациентам. В 2019 году Захаров приезжал ставить гастростомы и проводить обучающие мастер-классы в больницу Середавина. На этот раз опытом он поделился с коллегами из Тольятти. Наши доктора уже в прошлом году в Самаре присутствовали на мастер-классах. В этом году своими руками под руководством Ильи Владимировича Захарова смогли провести эту операцию. И гастростомы, они позволяют улучшить качество жизни палиативных больных в разы. Это не зонт, который нужно каждый день вставить, убрать, вставить, убрать. А это кнопочка в животе, через которую можно вводить и лекарственные препараты, и лечебное питание. И ребенок быстро набирает вес. Все три операции прошли успешно. Уже через полчаса после хирургического вмешательства малышей перевели в палаты, где их ждали родители. Виктория Шарая, События. Продолжение следует...